Добрый день, я теперь у нас, естественно, вставляю храм Божий, для того, чтобы исполнен Совет Христов. Некоторые будут всегда обязательно сходить в этот день к храму, в день Прочтенного Воскресения. И тем самым унижает такой человек, своими разрешениями и решениями, самого Господа Спасителя Христа. Который заповедовал нам с вами именно сегодня, и в Евангелии, и в Евангелии, и в Евангелии, и в Евангелии, чтобы мы с вами просили прощения друг в другу и оставляем в ихнем согрешении. И таким образом получим отпущение грехов от Бога. И дары наши, которые мы приносим Ему, в первую очередь, в сердце собрежденное, которое Бог не уничижит, будут Богу приятны. Ибо это Он сказал, а не кто-то придумал, что если ты приносишь дар в твой колдарю, и вспомни, что брат твой нечто имеет на тебя, то оставь дар, не приноси его, а сначала шесть, привелися с братом твоим, и только после этого принеси твой дар. Очень сложно нам с вами, нерасшумитель, исполнить эту зала в Евангелии, в мире суеты, согласных, различия зла в Евангелии, в Лапангелии, ложных учений, и постоянно искушающего нас, лукавого демона. Так что, каждому из нас, первые слова, сказанные из Аарда Сырена, что меньшие владельцы знали я куда-либо. Путь наш для нас на них неведом, и даже взрослые в этих познаниях не то, что равны младенцу, даже меньше их, потому как детские чистые разумы затмили различными греховными, взрослыми умствованиями. Поэтому набежать нам в этот день по обычной церкви, как это видит уже многие века приходить в Храм Божий, под богом нашей Матери Церкви, и от святых отцов, от наших грехов, научиться полагать покаянию. И эта наука преподается нам церковью через сегодняшний чин прощения. И благородуя тот человек, который оставил все дела, и в тот же день храм Божий на молитву, вечернее богослужение, и вольется в общую струю, в общий поток совершаемого тайнодействия, прощения, Таинство покаяния, которое начинает зрительно со сознания своих грехов и признания того, то не требуется умолить Бога о прощении. А он, в свою очередь, полагает условие нам, начало этого важнейшего и спасительного действия, это прощение своих грехов. И так, в церкви, по всей улице, сегодня верные части церковные собираются, чтобы начать покаяние. Чтобы сегодня получить залог прощения. Соборный разум, облегчая нам это очень тяжкое, для многих непосильное время прощения и покаяния. Приступим же к этому, к таистенному собращающему действию, поистину сокрушенным сердцем и духом сверенным, как бедные чады церкви Христовой, которые Господь Санкт-Петербург для нашего спасения, таким же церкви моим, и врага Адры, и одолеет ее. И никаких ненужных отговоров внутренних словами не думать на этот счет, а просто по традиции, памяти наших предков, отцов приходить. Остальное все совершается в церковном чине, заповеданном и составленном нам уже на многие столетия раньше, и которое вы должны передать с вами, непопрежненным, грядущим поколений. Мир не стоит на месте, мир меняется, но неизменным остается Господь, который вчера и днесь той же Твоей. Неизменным остается истинно, открытое истины, спасение наше. Неизменным остается и душа человеческая, и ее добродетельными и пороками, с ее неизбытной тягой, светом и жизнью. И условия, окружающие нашу душу, так и остаются неизменными, ибо они находятся в Боге, от него источник живота, то есть жизни. Поэтому, какими бы нас не знали различными новшествами или необходимости менять, приспосабливать Божественные правила и законы в современном условии, мы не будем на это подпевать, не будем к этому приявляться, ибо нам надо держаться то, что неизменным. Мир проходит, и Бог от Его, а Творящий Бог в Господь, пребывает в Вовеке. И те, кто от вечера, те, кто сны и пещеры вечного Бога, они не терпят перемен и критерий, но терпят самого Бога, Бога установленного чьего и порядка. И вот сегодня вместе с вами такой же, как и грешен, я предстаю предлицем всех и нуждаюсь в прощении. И потому известную формула оставленную нас от теми отцами я отзываю после вас благословите отцы и святые братья и сестры и простите отец и грешен или доскореши в действии и во всякие жизни моей делом с Богом с помышлением и всеми моими чувствами. Благодати Твоему Богу простите и помилуйся. Поехали нам. Мы много согрешаем. Есть нам чем друг у друга просить прощения. И даже тогда, когда мы встречались и, может быть, не имели каких-то отношений, способность живых с людьми и заумения, но мы так решаем отсутствие любви, добра, отношения к ближнему. Не спешим на помощь, не стараемся помочь людям. Благость не замечаем. Благое множество грехов совершаем по своему нератению, запрещенному нынью и лукавым будем побуждением. Поэтому сегодня, сейчас побудем просить из-за благотворения и верим, Господь приемлю к нашему жертву и прощает ее за грешением. Точно знаем, какой верой мы прощаем в виде своих. Побучу христианскому в этот день предначалом святой четыридесятницы, которые есть весна, духовка, мертвящее созревание и разогревание плодов проживков жизни в душе нашей. Мы молимся Богу и призываем Его благословить нам Святой Господь. Для этого есть особые губы и молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok